На биткоине очень хорошо работает кумулятивная дельта. Является предвестником восходящих движений. Причем лучше всяких технических осцилляторов. Здесь вот вы видите point of control, то есть точка контроля. Вот здесь она включается. Объемы, дневной профиль объема. Активировать POC. Вот очень важно, если заходить в позицию, то чтобы цена закреплялась выше данного профиля. Максимально наторгованного объема. Вот здесь посмотрите. Тоже ситуация. Достаточно большое усилие продаж. Но вот point of control находится в верхней части. В верхней части вот этого всего дня наторгованной. Потому цене сложно закрепиться, конечно же, выше этого уровня. Вот когда вот такое происходит тоже усилие на следующий день. И вот потом на минимуме дня. Вот как вот точно так же, как и в предыдущей ситуации. На минимуме дня очень сильный лимитный спрос. То есть, несмотря на большое усилие, цена не может его преодолеть. Начинается разворот. Вот чем больше подтверждающих факторов, конечно, тем лучше. Вот здесь тоже аналогичная ситуация. Давайте дальше посмотрим. Вот тоже нестандартное усилие продаж. То есть, нужно сравнивать по сравнению с предыдущими днями. Вот здесь нестандартное. Здесь вы можете по количеству это увидеть. То есть, сколько контрактов? Минус 580. Но здесь, как видите, минус 163. Вот здесь, да, там максимально минус 428. И вдруг вот такое сильное усилие. После чего цена тоже вот на минимуме сформировала точку контроля. Тоже видно удержание лимитного покупателя. Очень похожие ситуации. После чего локальный рост происходит. Давайте еще посмотрим. Вот здесь интересно. Тут преобладали покупки. И затем день продаж. Тоже достаточно сильное усилие продавцов. Тем не менее, цена вот закрепляется, закрывается день выше вот этого point of control. То есть, это тоже получается лонг-приоритет. Конечно, ниже вот этих максимальных наторгованных объемов нельзя заходить. То есть, нужно, чтобы цена закрепилась выше. Так, давайте еще посмотрим. Вот, кстати, тоже не продажи, а покупки. Пик покупок. То есть, 10 дней практически ничего не было. Не было дельты. Был просто восходящий тренд. И потом вдруг идет ускорение, сильные покупки. И цена не может закрепиться, начинает резко уходить вниз. Конечно, здесь продавать бессмысленно. То есть, нужно это делать на ретесте, когда цена уже закрепляется ниже точки контроля. Так, ну вот здесь тоже локальное усилие продаж. В принципе, все это время были покупки. И вот первое, первое усилие продавцов. То есть, может даже не усилие, а просто те, кто в лонгах сидели, вышли. И лимитные покупатели, понимая, что тренд дальше продолжится, они просто принимают эту позицию. И это очень хорошо видно, насколько цена отрабатывает лимитный уровень, закрепляется над ним. И потом закрепляется выше контрольного объема. HFT появляется редко и в не очень информативных точках на биткоине. Это связано с тем, что институт маркетмейкинга еще не сформировался. Рынок достаточно молодой. Но, тем не менее, бывают исключения вот такого характера. Дополнительно ко всему. Еще и HFT объемы в экстремальных точках. Бывает такое. По соточетам вот видно, что коммерческие трейдеры всего 300 контрактов. Можно вообще не учитывать. Фонды 2300. То есть разница между ними это позиция физиков, мелких трейдеров. То есть они удерживают позицию такую же в эквиваленте, как и инвестиционные фонды. Но это все равно очень небольшое значение. Потому пока что HFT объемы работают не очень хорошо. Всем удачного дня. На связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok